Когда они более критичны при приемке. Если этого мало, то они могут примерно вот так принимать. Поэтому больше зависит от того, что конкретно вы пытаетесь, скажем, протулить. Чаще всего заводы меньше будут претензий, чем к каким-то особнякам и тому подобное. Каждый сток в идеале требует модельный релиз для себя свой, но они идут с иллесом и есть универсальная форма для всех фотобанков. Я привожу универсальные релизы для property и меня нет, потому что я их просто не пользуюсь. Для взрослых и для детей по запросу или, скажем, Руслан создавал тему себя в группе, материалы с форума и там это будет. Или же в личку. Я смогу оставить визитки, кто захочет, тот возьмет, напишет мне. По запросу все сделаю. Так, собственно, про редакционное использование, о котором я уже упоминал. В нем есть достаточно, это вот пример редакционного видео, вот куча-куча людей, которые запускают небесные шарики, это в Таиланде. Вот, и у него есть специальная форма, если вы заполните произвольно, как это обычно делается для любых роликов, то вам из-за описания запорят ролик. А вот там форма достаточно жестко ограничена. Оно должно отвечать на где, когда, что и почему происходит. Здесь, например, Таиланд, ноябрь 24-го. Такой вот этот фестиваль, люди празднуют и запускают фонарики. Таиланд еще раз повторяется и в ноябре 2012-го года. А вопрос, а там, если, ну, если твой ролик возвращает, не принимает тебе пояснюю причину, то есть ты можешь... А, чаще всего, об этом я касаюсь позже, ну, раз задали, я отвечу вам. Есть, скажем, такие шаблоны ответов, которые конкретно тебе не напишут, что у тебя не так. Они просто выберут наиболее подходящий шаблон, который в твоем видео. То есть можно потом выправить и опять, правда? Да, да, например, если вам пишут, что ваше видео недоэкспонированное или шумное, то вы, естественно, можете его исправить и подавить шума. Вот. Виды лицензии интересны для нас, как поставщиков, тем, что сколько денег мы получаем за ту или другую лицензию. Самая распространенная лицензия, это ограниченная, то бишь, ваше видео или фото может использоваться только один. Я задавался с вопросом, как они это контролируют. Ну, я думаю, что тоже особо никак. Вот. Расширенная лицензия, которая приносит достаточно больше денег, ну, для сравнения. Если продается HD-шный ролик, то по ограниченной вы получаете долларов 20, мы говорим про Shutterstock, то по расширенной лицензии вы можете получить уже порядка 100. И есть еще веб-лицензия, это только веб-качество. Честно, не помню, сколько. Дело не в цене, а дело в разрешении. Ну, в общем, очень небольшое, и его можно использовать только на сайтах. Отказы от приема и материала бывают, и в первое время достаточно часто, и по моему опыту, и по общению с другими коллегами, это достаточно выбивает людей, которые считают себя достаточно крутыми и все такое. Вот. Нисколько не стоит здесь расстраиваться, потому что, ну, это бывает совсем. Вот. Во-первых, это очень часто вам кажется, что там не видно логотип Mercedes, а инспектор, он его достаточно виден. Кстати, в новом примере появился трекинг, который позволяет просто заблюривать на видео логотипы, и это работает. Они принимают, да, заблюриваются? Да, они заблюриваются, принимают. Ну, естественно, вы его блюрите по центру, и потом делаете... Понятно. Как это называется? Трекинг? Не-не-не, ну, в общем, по краям его делаете меньше блюр. Вот. И часто еще бывают отказы, помимо технических, это то, что ваше видео не имеет примерской ценности. Ну, то бишь, они думали-думали, и понятия не имеют, кто это может купить. Вот. Или то, чего у них достаточно много, или вы предоставляете то в гораздо лучшем или интересном виде, или же, извините, снимаете что-нибудь другое. Вот, ну, собственно, технический дефект, о котором я говорил. Технические параметры, это то же, что в любом даже вашем сватином или рекламном видео, это нормальное видео. Собственно, вы уже решили этим заниматься, и как же, собственно... Можно еще спросить по техническим параметрам? Да. Ну, смотрите, здесь нет однозначного ответа, потому что, да, с точки зрения меня, как покупателя, как монтажера, я бы предпочел, чтобы у всех было видео плоское, и я мог бы что угодно его подогнать легче. Но, с другой стороны, это видео не примут инспектора, потому что, ну, оно, на их взгляд, недоэкспонировано, невыразительное. Вот, и сама превьюшка у этого видео будет, ну, никакая. Поэтому здесь, наверное, все-таки какой-то средний вариант. Приятный какой-то естественный цвет. Да, приятный, естественный цвет, без изысков. А, скорее, если он придумал про REST, можно выставить из-за тапки? Скорее, да, есть банки, которые принимают и мувики, и исходный материал, для того, чтобы позже сделать то, что им, собственно, нужно. Скорее, в каких парках ты подписывал про политориалисты? Я его не подписывал, наверное. Николай, а на каких парках он расширился? Сознаешь информацию? Ну, чаще всего они тебе, собственно, сообщают, что вот здесь вот нужно сделать. Это часто, когда здание общим планом, когда рисунок, картина, и человек это рисует или пишет. Ну, собственно, все. Я понимаю. А что малюет люди на картину, то про про терроризм, на художный картист? Ну, на саму картину, да. Художник подписывает про про терроризм, на то, что рисует. И что-то требует. Причем, как я вам не просто в одном объекте? Ну, когда она на фоне, это, скорее всего, вопроса не будет. Хорошо. Организация работы. Я бы рекомендовал изначально определиться, какое количество файлов вы планируете загружать в месяц. Почему это привязано к месяцу? Это из-за того, что подписки в программе, про которую я говорил, они работают на месяц. Поэтому вы определились, 33 бесплатно, 250, 400, 400, 750 или безлимитно. И, исходя из этого, вы организуете свою работу. Важно, что каждый день вы какое-то количество файлов грузите. 33 вы делите на 20, на 25 дней, исходя из того, что у вас может быть какая-то срочная работа, а вы просто не хотите работать, или еще что-то. 33 на 20, получится хотя бы 2 ролика в день. 33 для всех стоков? Как он считает это? Он считает достаточно все просто. 33 не для всех стоков, для каждого стока. Для каждого? Да. Вот. И, естественно, планируйте себе. Один день, одну неделю я занимаюсь только фотобанками. Я один день я снимаю, если это не ваша основная деятельность. Я бы не рекомендовал изначально говорить, что я занимаюсь фотобанками, и ничего не делать другого. Очень здорово, когда вы этим начинаете заниматься параллельно с вашей основной деятельностью. А потом уже как кривая выведет. И если вы снимаете постановочное видео, то, естественно, вы цените свое время и вклад в аренду и модели, и понимаете, что и чего вы делаете. Ну, здесь уже режиссура и все такое. Какой вопрос еще к вам. Вот если вы работаете с моделями, как вы, грубо говоря, на TFP условиях с ними работаете, с подписанным модулом релизом, или пускаете их в какую-то, ну, наверное, не пускаете их в коммерческую часть, абсолютно, да? То есть подписываете модул релиз, ей отдаете ролик какой-то, она себе рада. Ну, это если на TFP вы отдаете ролик, она рада. А если, или просто вы платите ей за работу. Конкретно, и тогда она подписывает на модели. Но никаких процентов, вот это все, ну, во-первых, процентов, а здесь она никак вас не проверит. Вы же ее не пустите внутрь с фото-банка своего аккаунта. Да, вот, да и, собственно, вам проще. Вы заплатили, рассчитывая человеку, она подписала, ну, и все, вопрос закрыт. И еще карточка Visa, да, обычно, на систему... Чуть-чуть позже. Вот, собственно, в этой программе есть еще удобная особенность, то, что она генерирует статистику по продаже в виде графика, в виде диаграммы и график, который покажу чуть позже. Собственно, это мой личный опыт, и на первом месте у меня Shutterstock. В зависимости от периода он дает от 40 до 50-60%. И по остальным банкам, которые есть на диаграмме, мы чуть подробнее пройдемся. Вот, это самая... основная площадка продажи вашего видео и фото. Это 100 сабметровали? Да, да, это стоксабметр, в котором в большинстве все продается. Цена для покупателя от 19, это за веб-версию, и до 199 долларов за 4К клип. Скажем, год назад у них цена за 4К стартовала 299 долларов, но, судя по всему, продажи не очень пошли, они снизили до 199 долларов. Это для покупателя, да? Да, это для покупателей процент на фотопанках, на Shutterstock'е идет в зависимости от того, сколько вы уже продали. Там идет градация до 500 долларов, 3 тысячи долларов, 3 тысячи долларов и 10 тысяч долларов. Больше 10 тысяч долларов процент больше не растет. То есть 0,25 центов, если мы говорим про фото, потом 0,28, 0,33, 0,36. По видео, оно становится больше, но я конкретных чисел просто не скажу. А с ролика приблизить? А с ролика, по подписке с видео, там получается, около 5 долларов, около 15 за 720p, около 20-25 за Full HD. И 4К, это порядка, ну, под 100 долларов. Точнее, меньше это 100 долларов было, когда было 299 долларов. То есть процент достаточно высот. А процентов 30 и больше. Сергей, а можно в этой самой видео сделать по любви этих форматов, таким 4К, 3К, 720, ну, там, ну, она, 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 она. А, смотрите, все достаточно просто. Вы загружаете максимальное качество на фотобанк, который принимает это. А все видео, которое меньшего качества, он делает сам. Автоматически, да. То есть, типа, как в e-mail. У него там движок есть, он себе... Да, у него есть движок, который генерит все, что ему нужно дальше самостоятельно. И люди скачивают клиенту, ну, как он 20p, он скачал самостоятельно. Да, да, да. Вы загружаете только максимальное качество, которое у вас есть. Вот, собственно, для понимания того, что продается и какое видео нужно снимать, если мы говорим про постановочное, вы заходите на, это вот конкретно страничка Шаттерстока, там есть категории, анимация, здоровье, наука, и смотрите топовое видео, которое продается. И снимаете так или лучше? Очень интересная есть опция на Шаттерстоке. Это карта продаж, где продаются ваши видео. Ну, это так, просто больше. Чисто интересно. В большинстве продается в Северной Америке и в Европе. Хотя однажды свадебное видео купили в Кировограде. Просто кто-то не успел снять момент. Так, кстати, там был какой-то момент одевания колес и не счет. Ну, наверное, в Москве. Ну, это не моя рука. Ну, и час-в-час и покупается в Москве. Другой из интересных панков, это Pound 5. Он интересен тем, что, ну, скажем, в отличие от Шаттерстока и Фатоли, он достаточно нетребовательным к качеству. И в нем ваши 50% от цены, которую вы же и установили. То есть здесь уже ценой вы можете играться сколько угодно. Ну, есть минимальные требования по цене для видео. Full HD это 10 долларов. Вы можете минимум поставить, если из них 5 ваши. И для Full HD, по-моему, 30. Для нашего Шаттерстока экзамен нужно проходить только для фотографов. Для видеографов мы молодцы. И так. А где экзамены есть для видео? Есть. Был на Ревостоке, но Ревосток его съели тролли. А на Айстоке? На Айстоке. А на Айстоке есть экзамен. Да, там есть тест и нужно загружать видео. Я, возможно, забыл. По-моему, еще на депозит фото тоже нужно грузить видео без тестов. Там очень мало видео. Там очень мало фото. Скажем, из 7000 всего там фото около 500. Это на Шаттерстоке. Ну, собственно, при стимике. Да, да. Далее у нас идет банк Фатолия. У него он часто продает по подписке, но которую вы можете во своем аккаунте отключить. Подписка вам приносит порядка 1.35$ за видео. Что кому-то может быть неинтересно, больно и обидно. Вот, а также на фото... Давайте так. Я вот ссылки со всеми вот этими фотобанками будет в том файлике, про который я говорил. Хорошо? Чтобы мы не тратили время, которое у нас мало, и Руслан сейчас будет гнать. По 5 долларов за ссылку. Да, по 5 долларов за ссылку. Вот. И на Ахатоле тоже есть видео продаваемое, самое продаваемое, видимое видео или фото в день, неделю, месяц и год. Тоже интересно смотреть, если у вас иссякло творческое воображение. И, ну, просто хотите какие-то идеи, значит, подчеркнуть. Но которое гарантированно возвращается, потому что это продаваемое видео. Далее еще один из интересных фотобанков, видеохив. Большинство бы знает его по ворованным проектам. На него можно загружать видео, но вручную я, до того, как в программе не было поддержки, не было поддержки его, я пару раз попробовал это и просто плюнул. Потому что там, ну, он самый геморренный, из которых только может быть. Если хотите убедиться, просто попробуйте. Ну, программа поддерживает его целиком. Фишка этого банка в том, что он продает очень много, но очень дешево. Ваше видео HD вы продаете по изначально 2,55. Потом цена возрастает, вы продаете по 2,88. Вот. Но, но, это как бы смешно, но многие банки, которые работают уже там 2-3 года, Видеохив, с которыми работаю полгода, он их обогнал. По суммарной продаже. Это 2,55 автору? Автору, автору. Видео для покупателя продается 7-8 долларов. Это единоразовое использование. Или расширенное, там идет, по-моему, 25 долларов. И 4К у них продается по 25 долларов. То бишь, вам 9. Серёжа, ты вот на это самое видео загружаешь на ризный стоп. Да. Да, я согласен. Вот, но быть, есть такой путь, конечно, быть эксклюзивным. Эксклюзивность позволяет быть на айстоке, на фотоле и на том же видеохиве. Вот. Но стоит ли играть свеч? Ну, я не уверен. Потому что вы, как минимум, лишаетесь 4 стока, который, мы помним мою диаграмму, это 50%. То есть лучше не устраивать конкуренцию между стоками. Я думаю, что здесь эта игра может быть, если вы какую-то часть портфолио грузите как эксклюзив на тот же видеохив. Или на тот же айсток. А в чём преимущество для эксклюзивщиков? Чем-то это может напоминать про контекстную рекламу, которая вот при поиске в любом браузере. Вот примерно так же ваше видео почти всегда появляется в топе при поиске покупателя. То есть типа рейтинг выше. Да, да. Они просто делают вам рейтинг. Ну, это, скажем, не совсем рейтинг. Это контекстная реклама вот эта отображает один к одному. Своё видео я могу использовать в своих постматериалах. Оно же не принадлежит стокам. То есть я могу их заливать на стоке, но и сам с ним работать. А своё видео, это в смысле на котором вы? Нет, не на котором я. Продаваю. Которое я отдаю стокам. Они же не забирают. А, конечно, да. Вы можете использовать его в своих проектах сколько угодно. И так же на видеохиве есть удобная функция просмотра того, что загружается новое. Это, собственно, как и везде есть. И то, что самое продаваемое. Вот, ещё парочка фотобанков, с которыми можно работать. Но это уже второй, третий эшелон, который, скажем, вам не приносит особо денег, но который, как минимум, позволяет вам окупить подписку на программу. Это, я его называю раз-два-три. Вот, айсток, который когда-то был достаточно большим на уровне шотерстока. Но в последнее время он подаёт почти исключительно по подписке. И это долларов 7 за видео. И при этом он достаточно вредный в плане приёмок. Кстати, по вредности инспекторов по приёмке самой придирчивой сейчас является фотолия. Фотолия максимальное количество отказов. Там, где, на то же видео, которое принимается на шотерстоке. Каким главным причинам на этой пори же для ремонта? Потому что всё... Нет, ну, почему паспорт будет? Ну, у нас такого много не надо. Ваши собачки и кошечки тоже нам не интересны. А ваше видео мы бы хотели продать, но, скорее всего, это не получится. И ваше видео настолько плохое, что нам даже неприятно его смотреть. Ну, да, да, у них есть шаблоны с 10 причин, которые они выбирают какой-то... Часто это напоминает какой-то рандомайзер. Ну, или просто... Я думаю, что человеческий фактор здесь только... Тоже нельзя сбрасывать с счетов. Просто ты ему не нравишься. Можно, может быть, да. То же самое... Кстати, ещё один из отказов. Это есть симуляр видео или симуляр фото. То бишь, вы сняли какой-то видеосет. И много одного и того же видео, но с разных ракурсов. Я бы рекомендовал грузить подобные через время. То есть, сегодня с этого, чуть-чуть, с другого, с третьего, четвертого, пятого. Но никогда рядом. Потому что в таком случае велик шанс, чтобы получите отказ из-за симуляров. То бишь, подобных. Вот. Ну, так как мы сюда пришли с форума, откуда-то мы знаем про Руслана. Так что... Ничего, не перебивай, пожалуйста. И да, я это скажу. В общем, есть ресурсы, на которых рекомендуется быть и задавать вопросы, помогать другим людям. В первую очередь, это микросток.ру и форума за Ставкино. Я думаю, что этих двух форумов вам хватит с головой. Кстати, техническая поддержка и стоксадмиттер присутствует и там, и там, и достаточно оперативно реагирует на вопросы. Меня уже спрашивали, может ли быть это основным занятием или нет. Изначально у меня в фотобанке это было вот бонусом к тому, что я уже снял. Но со временем и с текущей ситуацией экономической в стране у меня это скорее уже вышло на первое место, а все остальное это уже приятный бонус. Вот. И здесь для меня еще, скажем, отсутствует некая человеческая составляющая в виде мозговыносящих невест. Здесь есть только инспектор, который принял, не принял. И покупатель, который голосует, купил, не купил. Вот смотри, вот сейчас есть график роста за два года. Здесь в конце графика есть провал, но он связан не с провалом в продажах, а то, что у меня не было, скажем, я программу не запускал полтора месяца, мы были в путешествии. И за это время вывелась шатерстока и некая сумма, и он просто ее не посчитал. Ну, это глюк программы. Графика говорит о том, что со временем, чем больше видео, чем дольше видео лежит, скажем, фактор, чем дольше видео находится, тем больше шансов купят. А новое видео очень редко покупают вообще. Если фото это работает, и новое видео, новое фото может продаться и достаточно много количества раз, то с новым видео это работает очень мало. Не знаю почему. То есть они должны полежать там, да? Да, оно должно почему-то отлежаться, как сыр, вино, коньяк. Часто бывает, что видео, которое загружено там 3-4 года назад, продается. Почему так? Ну, я не знаю. Время настало, выдержка, да? Да, выдержка наше оружие. То есть, это НВАДу, которые писали, что НВАДу пройдет в основном медийной группе, и каждый год они закупляют нам 200-300 тысяч долларов. Поэтому для тех, кто снимает видео, чтобы не расстроили все, что они продают этот контент, каждый год до того доходят руки. Ну, так пояснили на НВАДу. Может, он на иншем оператору стоит на ситуации? Это на каком статусе? На НВАДу. Ну, на видеохиве, да. Честно, вот я вот этот момент не знаю. Я знаю, что на НВАДу количество денег заработанных у меня превышает количество самих роликов. То есть, если не успевая загружать, они его продают быстрее. Ну, я думаю, что видеохив на рынке появился позже других, но он способствует тому, что цены могут просто продажи на других фотобанках просесть. Ну, как будет, ну, опыт покажет. Время покажет. Вот. Опять же, личного опыта. Большая часть видео, которое изначально было на НВАДу загружено, это репортажные съемки мероприятия, некие детали. Молодой человек у меня спрашивал. Видео за свадьбу или видео с праздником и всего этого. У меня часто даже на съемке детского дня рождения бывало 15-20 каких-то деталей получается загрузить на фотобанк. Без малейших релизов. А вот если это кандибар, например, на него что же, может быть, авторские права сейчас? Ну, кандибар сколько я ни грузил, но мне никто ничего не требовал. Опять же, часто бывает так, что люди думают, можно, не можно, вы пробуйте. В одном случае могут вам сказать, что нет, а в другом пройдет и нормально. Человеческий фактор никогда не стоит снимать. Ребят, я чуть-чуть перебью. Сережа у нас остается на два дня. Он живет тут рядом в номере, да. Так что у вас есть вся ночь впереди. Да, вопросы будут еще по ходу, то есть вы всегда можете подойти и спросить. Я с удовольствием поделюсь тем, что можно. Да, у меня еще тут презентации много, сто вы. Давайте чуть пролистнем эти все вопросы, потом сколько у нас остается времени. Самый интересный момент. Вы заработали, и вам нужно получить деньги? Вот. Вот. Самый приятный. Минимальный порог заработка – это 25 долларов на понде. Ну, большинство банков – это минимум 50 долларов. Вы должны заработать для того, чтобы что-то вывезти. На Украине работать можно со скриллом, он же Moneybookers, и Payoneer. PayPal у нас, к сожалению, не работает. А что не работает? Потому что они считают нашу страну мошенниками. Ты можешь покупать, но ты не можешь заводить на него деньги. Хотя наводил. Я работаю и с тем, и с другим. Payoneer – это вот скрилл. Это практически аналог PayPal. PayPal многие знают, который покупали на АМБ. Payoneer – вы получаете на руку физическую карту MasterCard. Вы можете с ней расплачиваться в любом магазине. А деньги снять? То есть, PayPal можно заводить на него по этой системе, получается? Нет. Нет. Смотрите. Payoneer – это карточка физическая, которая вам присылается почтой домой. Это карточка Payoneer. Она выпускается или под каким-то банком, и завод денег с него будет бесплатно, или же вы платите каждый раз комиссию 2-5 долларов, в зависимости от скорости. А на скрилле вы привязываете к нему, это виртуальный счет, к которому вы привязываете вашу визовскую или мастер-картовскую карту любого банка. Но PrivatBank я бы не рекомендовал вообще. Потому что, скажем, года 2-3 назад у них были вопросы, они требовали бумажного договора с манебукерсом. И за это задерживали очень много денег, просто замораживали на счетах. И колопотк, и лимон. Ну, то есть, самую обычную схему, которая самая простая для ламера, для начинающих, какой банк, который банк, да, и... Альфа-банк, при том, что их закрылось очень много, ну, я бы не стал. Лично я работаю с Альфа-банком. А с ним вопросов не было. А система платежа какая? Система платежа какая? Вы накапливаете сумму, которую вы считаете нужной, и делаете вывод, перед этим привязав вашу карточку. Потом вы получаете деньги на... Деньги заходят на вашу карточку, и дальше уже от вашего банка. Просто в каком-то из банков вы можете снять с карточки в долларах, а в какой-то вы не можете это сделать, потому что... Потому что... В Альфа-банке это можно сделать двумя вариантами. Снять с самой карточкой, или же вывести через интернет-банк на депозит. Депозит, который с условием, что вы можете снимать в любое время. Но пионер, я так чувствую, полулегальный, да? Нет. Ну, по большому счету, манебукер тоже полулегальный. С точки зрения налогов, полулегальный обои. Вот. Очень важный момент. Я сейчас не буду рассказывать эту историю. Она достаточно душесчипательная, и она произошла лично со мной. Ну, я чуть не лишился 1400 долларов. Всего лишь из-за безопасности. Все получилось хорошо, и все вернулось. Но я бы уделил этому моменту достаточно много внимания. Во-первых, ваш счет, который привязан к скриллу, или к любой платежной системе, которой вы будете пользоваться, должен быть уникальным. Этот email и пароль не должны воспользоваться ни на каком другом сервисе, ни социалке, ни где-либо. Во-первых, смена пароля рекомендуется раз в три месяца. Естественно, у вас должны стоять антивирусы, которые рубят кейгены, не кейгены, а те, кто перелохвачивает пароли и нажатие клавиатур. Ну, и также честный фактор – не сообщать, не писать на заборе ваши логины и пароли. И также, например, в Gmail появилась возможность привязки, входа в ящик с помощью SMS по телефону, как называемая двухступенчатая авторизация. Вот, я призываю отнестись к этому достаточно серьезно, потому что, ну, это чревато. То, что было у меня, это было со скрилл. Подробности уже при личных беседах. То есть вы имеете в виду уникальный email для регистрации? Сочетание. Ну, просто это уже вот, может быть, это перестраховка, но в любом случае, чтобы сочетание вашего email и вашего пароля было уникально для этой платежной системы. Чтобы это не дублировалось на любом другом месте. То есть, короче, платежку лучше завести новый email, правильно? Да, лучше. Идеально, если будет новый email, и который не будет светиться где-либо. Вот. Если вы уже хотите работать с фотобанком, то вам нужно знать некоторые моменты. С момента начала до того, как вы будете заработать хотя бы 100 долларов, может сплати 3-5 года, 1-й год. Все зависит от вашей усидчивости, трудоспособности, ну, собственно, и контента, который вы будете генерить. Ну, опять же, видео должно генериться то, которое потенциально может продаться. Ну, и вам нужно будет освоить международные платежи и завести несколько пластиковых карт. Также вам нужно будет подтянуть свой английский, хотя Google-переводчик, в принципе, может быть достаточно, да. Ну, опять же, для ключевых слов, это на Microsoft.ru есть отличный сервис, в котором есть перевод для вашего понимания. Вот. Общаться на форумах и тому подобное. Минусы занятия микростоками. Вы можете потратить время, время ресурса вашего компьютера, наснимать что угодно, и это просто не будет продаваться. Ну, и, как в итоге, вы разочаруетесь себе, и все будет хорошо. Но, есть и плюсы. Во-первых, все это достаточно бесплатно, и все, кто здесь находится, умеют фотографировать и снимать. Поэтому, как минимум, у вас есть, что выложить, и вы знаете, как это снять. И вы можете получать пассивный доход уже через те же три месяца-полгода. Это очень приятно, что, например, я приеду домой, включу программу, а там, ты-дин, ты заработал, ты молодец. Вот. Ты окупил поездку в Киев. Еще раз повторюсь по схеме работы, и мы будем завершать. Регистрация, скан паспорта или белорусские права. Отбор работ на экзамен, желательно максимум жанра. Подготовка и прохождение экзамена, загрузка работы и атрибутирование. Наполнение вашего портфолио, авторский гонорар, вывод денег, поездки новой техникой, личный вертолёт. Вот. Известно, что многие пользователи блогеров, известные блогеры ЖЖ используют фотографии. А студия Лебедева фотобанками не пользуется принципиально. А также есть человек, который заработал миллион долларов на фотобанках. Его зовут Юрий Аркус. Спасибо всем. Ребят, от себя добавлю, для меня был тихий ужас, когда я пару месяцев назад узнал о том, что кто-то продал картинку. Представьте себе, фонарь уличный, да? Идёт снег, картинка снятая с руки, вот так трусится как бы, и фонарь уличный тухнет. Шестьдесят четыре доллара. Я был немножко в шоке, если честно. Ну, это судьба. Ночь фонарь, аптека. Подобный случай, я выходил из дома, водопроводная труба, с которой стекает вода с крыши. И там сосульки были. У меня была камера, у меня не было никакого статива, ничего. Я тоже с рук снял, а вот эту сосульку, с которой капала вода, она тоже так вот потушенная, я там стабилизировал, но всё равно такое было. 46 долларов. Примерно, вот пару месяцев назад, когда готовилась программа, возникла такая идея, это Дима Гуцул подсказал, говорит, хватит слушать, говорит, вот этого Гуцула, его каждый год слушают. Давай слушать ребят, которые, в принципе, начинали и теперь довольно-таки нормальный уровень своих работ показывают. Один из них, предложенных участников, был Саша Яровой. Ты тут? Нету? Найдите кто-нибудь Ярового, пожалуйста. Паузу? Ну, давайте 7-10 минут, хорошо? Давай.